Здравствуйте! Для стабилизации напряжения низковольтных потребителей, либо других нагрузок, таких как вот такие аккумуляторы, которые недавно найдены на помойке, можно использовать специализированные микросхемы, либо ЛМочки, либо даже вот такие специализированные диодные мосты. Все они выглядят вот так вот внушительно, интересно, имеют радиаторы, и им требуется достаточно большой обвес, ну и немножко знаний. Но не всегда охота заморачиваться с большим обвесом, да и знаний иногда просто-напросто не хватает. В этой ситуации очень легко можно обойтись минимумом деталей, чтобы сделать стабилизацию для зарядки аккумулятора, или, допустим, вы захотите спасти ваш светодиодик, сделать ему стабилизацию напряжения так, чтобы он не перегорел, если вдруг напряжение от источника питания поднимется слишком сильно. Давайте на примере рассмотрим одну из простейших и банальнейших схем, которая строится всего лишь на одной детали, называется это диод зенера. Вот я их называю зендеровскими диодами, потому что мне так больше нравится. Они бывают разные по величине, разные по цвету, и разные по номиналу напряжений, которые они могут стабилизировать. Кроме того, вот эти диоды отличаются по мощности. Нижний диод выдерживает мощность в целый ватт, этот же зелененький всего лишь в пол ватта. Но поверьте, этого вполне достаточно, чтобы, скажем, защищать ваш светодиодик, или вы делаете зарядник для аккумулятора, и для этого этот диод тоже сгодится. Сделаем экспериментальную установку по вот такой вот простейшей схеме. Допустим, мы хотим защитить наш светодиод, и чтобы это было красивее, я решил, ну, можно так сказать, электрическим образом извратиться, и выделить из вот этого R-B диода, что значит R-B диод, это значит, что он горит и красным, и голубым, то бишь синим, вот, выделить из этого светодиода с микросхемой мигающего всего лишь один цвет, то есть заставить мигать его не синим и красным, а только красным. И этого я, конечно же, легко добьюсь, зная то, что голубые диоды горят у нас от напряжения свыше 3 вольт, а красным достаточно 1,6 вольта, 1,7 вольта, то есть если я поставлю сюда зондеровский или зеновский диод на напряжение стабилизации в 2 вольта, я добьюсь того, что красный светодиод у меня будет гореть, а голубой уже зажигаться не будет. Давайте приступим к созданию этой установки. Раз, два, магические движения паяльника и рук, и наша установка готова. Конечно же, для диода у меня есть ограничительное сопротивление, а для зен-диода у меня есть рассеивающий резистор. Я их совместил, почему бы и нет, можно было их поставить один здесь, другой здесь, но совмещение полезно, это упрощает схему. Вот вся схема. Давайте посмотрим, вот как бы она вам вот так вот казалась, правильный резистор, зенер и светодиод. Резистор, зенер, светодиод. Сейчас светодиод отключен от зен-диода, и вот для чего. Мы будем подавать напряжение сперва, чтобы убедиться, что светодиод от напряжения прекрасно себя чувствует и моргает всеми цветами радуги. Вот так вот будет хорошо и наглядно видно. Мы подадим напряжение в чистую. Вот так. Давайте немножко увеличим ток, чтобы нам было все это хорошо и ярко видно. Вот мы прекрасно видим, что сейчас светодиод у нас переливается двумя цветами, как ему и положено, Rb. Вот. А теперь мы добавим к этому Rb стабилизацию по напряжению. Мы просто возьмем и подключим наш зен-диод. Так как зен-диод не позволяет подниматься напряжению выше, чем 2 вольта, в данном случае у нас мигает только один красненький. Синий гореть уже не будет, потому что в этих двух точках, которые запитывают светодиод, напряжение стабильно не более 2 вольт. Меньше? Да. Но не более. Как это работает, описано в энциклопедиях, в справочниках и в интернете. А как это не работает, вы легко можете найти где-нибудь еще. Вот такая простая принципиальная схема, которая может стабилизировать, выдерживает достаточно большие нагрузки и может быть собрана вами буквально на коленке. Один маленький нюанс. Если вы боитесь, что микросхемы типа LM, они же рассеивают гораздо большие токи, гораздо большие мощности, то вы можете взять и вот этот вот зен-диод, давайте вот так вот, чтобы его было хорошо видно, расположить на радиаторе. Конечно, не на таком стальном, а на медных пластиночках, или просто вот так вот шикарно взять и припаять его к алюминию, к меди, ну, все, что у вас есть. Для таких вот маленьких деталей вот эти вот стальные выводы являются радиаторами. И вот вам мой маленький лайфхак. Никогда не обрезайте лишние куски провода. Они являются охладителем того маленького кристалла, который находится внутри. А по размеру этот кристалл, на самом деле, такой же, как у диодов обыкновенных выпрямительных, и даже у чипов вот таких вот микросхем, по размеру он такой же. И поэтому, если вы сделаете принудительное охлаждение в виде двух пластин, расположенных, вот непосредственно припаянных вот этим выводам, вы получите очень мощный стабилизатор, который будет выдерживать гораздо большие токи, а значит, вы можете даже вот такие аккумуляторы заряжать, используя всего лишь один ZEN-диод. Вот такое небольшое, маленькое приспособление, которое легко может быть смонтировано по вот такой вот схеме, и вместо RB-диода вы будете включать, конечно же, зарядку аккумулятора или какую-нибудь другую схему, которая требует у вас низкого стабильного напряжения. Если вам не хватает напряжения в 2 вольта, вы либо подбираете ZEN-диод на другое напряжение, либо ставите их последовательно. Точную регулировку напряжения можно произвести обыкновенными диодами, включенными в обратку к этому диоду. Это тоже так же хорошо работает. А на этом все. Пока. Я надеюсь, схема вам понравилась. До следующих встреч.